Из добросовестного плательщика взлостного должника о новом статусе Татьяна узнала пару дней назад. Очередная платёжка из почтового ящика оказалась с весьма неприятным сюрпризом. Долг за ОДН. ОДН полторы тысячи. Я с такой суммой, конечно, просто шокирована была, вообще-то даже неожиданно. Просто каждый месяц оплачили вот по 40 рублей и вдруг полторы тысячи. Почему, откуда, чего, непонятно. Такие платёжки с доп. начислениями в Ульяновске выставили четыре управляющие компании. А началась эта история ещё в 2014-м. Именно тогда Ульяновск Энерго расторгнула договоры с управляющими компаниями. Слишком большие долги накопили последние и перешло на прямые расчёты с населением. С платой за лично потреблённую энергию проблем не возникло, а вот платежи за ОДН в 2016-м году суд запретил. Ульяновск Энерго вернула населению деньги за эту услугу, сделав перерасчёт, но выставила счёт уже управляющим компаниям. Соответственно, обязательство управляющих компаний увеличилось ровно на ту же величину, на какую сумму мы осуществили перерасчёт в адрес жителей. При этом в тот период действовало законодательство, что граждане в составе коммунальных услуг должны были оплачивать и расходы на общедомовые нужды. По логике управляющие компании должны были вернуть эту сумму в платёжки с 2016-го. Но этого не сделали. Вернулись к теме спустя два года, в октябре 2018-го, тем самым нарушив правила о своевременности, что вызвало внимание жилищных инспекторов. Жилищного надзора в настоящее время инициировано в проведении проверки. Во-первых, мы внесли уже предостережение этим управляющим компаниям. Во-вторых, мы проводим документарные проверки, по результатам которых при наличии оснований, а я думаю, что они будут, с нашей стороны последуют меры административного воздействия в соответствии с законодательством, а это составление протоколов об административных нарушениях. Платить за услугу, что была оказана ещё несколько лет назад, всё же придётся. Однако в РИЦ пояснили, оплатить суммы, а у большинства на порядка 2000 рублей, можно частями. Пенни за это взыматься не будут. Катерина Терещенкова, Леонид Скомарохов, репортер 73.